Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слово Благодати Алексей Коломитцев. Пастор Алексей, очень болезненная ситуация в семье. Женщина пишет, муж постоянно издевается надо мной морально. Нужно терпеть или уйти? Очень сложный вопрос. К сожалению, в таких вопросах, которые включают в себя очень много субъективных обстоятельств, которые невозможно увидеть или услышать в написанном вопросе, в этих вопросах, конечно же, прежде всего, нужно присутствие опытных пастырей, которые могли бы вникнуть, посмотреть на все детали и принять решение, исходя из того, что говорит Священное Писание, учитывающие все тонкости обстоятельств, в которых находится каждая конкретная душа, каждый конкретный человек. То, о чем мы можем говорить здесь, это общие принципы, которые, в общем, нам помогают, конечно же, ориентироваться даже в таких сложных ситуациях. Так вот, говоря об этом, мы обращаемся к Писанию, которое показывает нам с нескольких сторон роль жены и роль мужа, и в соответствии с этим помогает нам построить правильные ожидания, которые у нас должны быть от брака. На мой взгляд, одна из первых и главных проблем, которые делают брак сложным, иногда невыносимым, иногда люди видят или доходят до необходимости разрушения брака. Одна из первых причин, почему это происходит, это неверные ожидания. Люди имеют неправильные ожидания от брака. Так вот, когда мы видим библейское учение о браке, библейское учение говорит нам о очень ясной картине. Третья глава, первое послание Петра, начинается с очень интересного утверждения. Апостол Петр, точнее, говорит так. «Так же и вы, жены, повинутесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое и богобоязненное житие». То есть, здесь достаточно ясно сказано о ситуации, в которой муж поступает неправильно. Конечно, не описана степень, не описано, здесь нет терминов «издевается морально», здесь нет ясности в том, насколько это глубоко, но заложен основной принцип. Я бы хотел обратить ваше внимание на одно очень важное слово, которым начинается этот стих. Этот стих начинается со слова «так же и вы, жены». Кстати, именно с этого стиха начинается седьмой стих, когда речь идет о мужьях. Там сказано «так же и вы, мужья». И дальше сказано о мужьях, о их ответственности по отношению к женам. Так вот, это слово «так же» связывает эту часть учения апостола Петра с тем, что говорится выше. А выше говорится о важном служении Иисуса Христа. В частности, немножечко выше, во второй главе, в 21 стихе сказано следующее. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». То есть, сказано о том, что жизнь Иисуса Христа была связана с трудностями, состраданиями, со скорбями. Вот, и эта жизнь, она оставлена нам в пример, чтобы мы шли по Его следам. Дальше объяснение конкретное, что же за пример. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его. Но дальше сказано, будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. И дальше Он грехи наши Сам вознес телом Своим на дерево, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его выселились. То есть, здесь сказано об искупительном служении Иисуса Христа, которое Он осуществлял, несмотря на тот антагонизм, на ту вражду, на те унижения, с которыми Ему пришлось столкнуться. Здесь сказано, что Он не сделал никакого греха. То есть, Он абсолютно не заслужил ни в малейшей степени этого унижения и самых разных форм враждебности, с которыми Ему пришлось столкнуться. Но, заметьте, здесь сказано о Божьем или о Христовом методе преодоления этого. Заметьте, здесь сказано, будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но передавал то суде и праведно. Каждый раз, когда кто-то сталкивается с каким-то злословием или унижением, это можно сравнить с тем, что, представьте себе, вам бросают мячик, грязный мячик. Вам бросают какое-то что-то грязное. Вот это грязное, можно с этим грязным поступить следующим образом. Можно этим грязным развернуться и швырнуть его назад. То есть, злословить взаимно. Можно это грязное носить в себе и тяготиться этим грязным. А можно сделать так, как сделал Иисус Христос, как Он делал всегда, но предавал то судьи и праведным. А можно отдать это Богу, который в действительности праведный судья, и Он однажды справедливость восстановит. Это абсолютно бесспорно. Иисус именно так делал, и это позволило Ему приобрести сердца многих. И вот после этого сказаны слова «так же и вы, жены». И после этого сказаны слова «так же и вы, мужья». Так же, следуя примеру Иисуса Христа. То есть, наша задача, задача мужей, задача жен – распространить это искупительное, преображающее влияние Иисуса Христа на тех людей, кто с нами рядом. Это прежде всего, конечно, муж, жена, дети, люди, другие родственники, которые близко к нам. Конечно же, говоря обо всем этом, мы понимаем, что есть какие-то ситуации, в которых давление настолько велико, что у человека нет сил, нет способности правильно реагировать. И вот здесь и нужна мудрость служителей, которые, может быть, помогут найти правильный подход к этой ситуации, может быть, смогут проанализировать варианты, которые возможны. Но все это связано уже с практической мудростью пастырей, которые могут вникнуть в конкретную ситуацию. Помоги вам, Господь, в этом. Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия на нашем сайте слово.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio.atslova.org Благослови вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok